Девушки отдыхают И меньше рассуждать о других Обратимся к сегодняшней истории Павел, ну расскажите, что вас беспокоит Почему вы решили к нам обратиться? Вы знаете, в последнее время Моя жена ведет себя довольно странно Это уже продолжается Два или три месяца Ее поведение странно Исключается в том, что она Стала позже задерживаться на работе В обед я не могу до нее дозвониться иногда Когда мне нужно с ней поговорить Установила пароль на телефоне Периодически при поступлении звонков Она выходит из квартиры Якобы ей позвонила соседка И нужно срочно что-то обсудить Это очень резко И странно Я уже повторюсь Вот эта история с тем, что она Выходит поговорить по телефону Чтобы вы не слышали Это не буду вас обнадеживать Это, конечно, тревожный очень знак Павел, давайте мы попытаемся Разобраться в этой ситуации И нам понадобится поставить камеру у вас дома Как вы на это смотрите? Хорошо Я думаю, если это поможет Разобраться в деле То у меня нет вариантов Павел, как зовут супругу? Элеонора Ясно А в данный момент Где она находится? На работе До шести до шести тридцати Отлично Давайте тогда мы Как раз прямо сейчас Установим камеры Это займет немного времени Вернем вам ключи И начнем работать Хорошо Детективы берут ключи Они устанавливают камеры В квартире у Павла и Эли Детективы возвращают Павлу ключи За Элей устанавливается наблюдение Она уходит на работу В рекламное агентство В обеденный перерыв Эля выходит с каким-то парнем Они мило общаются Садятся в машину И куда-то едут Детективы берут ключи Детективы берут ключи Детективы берут ключи Молодые люди Молодые люди приезжают В торговый центр Ходят по магазинам Примеряют одежду Они нежно воркуют И выглядят влюбленной парой Детективы берут ключи Детективы берут ключи Детективы берут ключи Детективы берут ключи Детективы решают показать видео Павлу Алло, Павел, здравствуйте Да, есть какие-то новости для вас Давайте увидимся Хорошо, до встречи Давайте Потом Эля и молодой человек Уезжают обратно в офис Вечером Эля возвращается домой Добрый день, Павел Спасибо, что подъехали Здравствуйте Смотрите У нас для вас есть новости Ваша жена в обеденный перерыв Вышла с неким молодым человеком Они сели в его машину И поехали в торговый центр Ну, гулять по магазинам Давайте посмотрим Хорошо Вот Они, видите, в такой неоднозначной манере Делают покупки Угу Так я его знаю Это Лёва, наш друг Мы с ним познакомились на отдыхе Так Которые года назад Хорошо Мы с ним общаемся плотно Он присутствует на наших праздниках На совместных Посиделках домашних Ага И вы как-то очень спокойны Почему? Вы знаете Я не вижу в этом ничего странного Да, я вижу, что они обнимаются Я на самом деле знаю об этом Вы знаете Ну, как вам сказать Он Ну, ему не нравятся девушки Он Ага Вы понимаете Он гей Поняла Поняла То есть Вы стопроцентно знаете эту информацию Да И вообще его не подозреваете Нет Нет Это точно не он Да, точно Хорошо Тогда, как вы думаете Стоит ли продолжить наблюдение Или так всё понятно По сути Больше ни с кем Она никуда не ходит Мне кажется Что нужно продолжить наблюдение Потому что Может быть Она Ему Что-то рассказывает Чего не рассказывает Мне Как подружке То есть Я думаю, да Хорошо Давайте Мы тогда продолжаем наблюдение Будем на связи Если появится кто-то ещё Мы вам сразу сообщим И вы снова к нам подъедете Хорошо Хорошо Спасибо Всего-всего доброго, Павел Да До свидания До свидания Прошло два дня Ничего особенного Не происходило Или опять выходит из подъезда И едет на работу В обед Она выходит из офиса со львом Молодые люди куда-то едут Субтитры сделал DimaTorzok Но приезжают они в этот раз В квартиру к Эле Субтитры сделал DimaTorzok 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 Детективы вызывает Павла Субтитры сделал DimaTorzok Детективы вызывают DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok Эти браки Это замужество Это муж-жина Полная Потому что, почему luggage Документы Документы С fol low меня не особенно люблю сейчас даже поцеловал мне губы а так на и что гей принципе у меня было на время думал знаешь что может быть я все-таки гей скрытый потому что некоторые мальчики не нравятся такие знаешь что попки то есть я люблю журнальный секс ты же знаешь его как бы мне в принципе такой принципе может быть и с парнем это дело ну пока что знаешь смотришь на этих сериях наших творцов искусства знаешь что культурой талант хочет быть творцом искусства ну да чё я внури его возьми тогда фредди меркури боб дилан там все эти наши ребята короче но все же не около и поэтому это может одно из составляющих даже стариков возьмите в микеланджелу то есть перимар по моему это все гомосексуалисты то есть это видимо что-то как-то я выдавал потому что знаешь эти бабские стельки и ты же от них ограждал здравствуйте павел новости шокирующие они касаются вашего друга семьи льва которому я так поняла у вас стопроцентное было доверие да давайте посмотрим видео все станет по ним включаем ситуация нестандартная даже для нас понимаете то есть человек совершенно на совершенном доверии я даже не знаю как это прокомментировать было ли это все изначально я не мог поверить то что он мог так сделать ну давайте остановим тут собственно все понятно и это же предположить не мог что именно с ним я ему полностью доверял меня даже не было никаких сомнений в этом он сам неоднократно меня рассказал о том что ему нравятся только такие как он и мы были в компаниях его друзей когда он с нами их знакомил я даже просто не представляю что сейчас я готов сделать с одним со второй подождите вы сейчас хотите подождите подождите секунду давайте решим вы сейчас хотите по и подняться в квартиру просто они все еще там они думают что вы на работе ну конечно я подойду к ним и просто я его убью и я не знаю что с ним сделать рука прикладываешь понимаете вам это боком выйдет но вы же понимаете что я доверял им обоим я понимаю вам нужно взять себя в руки и насколько это возможно мы пойдем с вами и постараемся проконтролировать ладно ну чтобы не было я постараюсь но черт мы идем да пойдемте конечно так это что такое а какого черта что ты сделала что тебе не нравилось что Что тебя не устраивало, а? Да кто я не устраивало? Что? Не кричи меня! Что? Тебя не устраивало, отвечай! Да тебя нету вообще! Это вообще кто? В смысле кто? В смысле кто? Я тебе написал на дверях! Я тебе написал на дверях, когда я предпочитал для того, чтобы они божили меня за тобой! Что ты делаешь, сука, ты меня предала с этим геем, с нашим другом, нашей семьей? Вали отсюда к нему, к своему гею! Никуда я не пойду! Вали, я сказал! Это мой дом! Кто ты меня? Вали! Вали, я сказал! Иди, иди! Иди, иди к своему гею, он тебя ждёт! Иди! Иди я сказал! Вещи свои вещи! Вещи в окне. В окне найдёшь вещи свои! я не ожидал вообще я не ожидал такого предательства я не знаю кому теперь доверять чему нас научила эта история не доверять друзьям постоянно быть в напряжении тратить свою жизнь на подозрения и паранойю да нет конечно доверять надо но для этого сначала нужно найти человека в котором у вас не будет сомнений ведь сомнения это прежде всего страх за свое будущее увидимся